здравствуйте друзья доброе утро написал мне письмецо зритель наш и вот рассказывает он такую историю что на него сильно влияет мнение других людей причем как бы запредельно влияет например он всю жизнь любил там я не помню что урюк а тут ему кто-то сказал что вот не любит он урюк или имбирь что там было я уже не помню и вдруг ему начинает казаться что он никогда в жизни не любил этот урюк имбирь и что его терпеть не может и так далее то есть какое-то но исключительно сильное воздействие и надо сказать что человек устроен так что он социален он в обществе находится он среди других людей и мы все друг на друга влияем так или иначе мы все в той или иной степени восприимчивы к мнению других людей это как бы заложено в программу конечно степень восприимчивости разная и существенным фактором в этом является то что люди некоторые кто просто от рождения такой кто ну как-то сформировался так со временем у них есть что то что они хотят или ну может быть им нравится вот они как бы к этому положительно относятся к этому там негативно и они зная или чувствуя что-то они просто не не принимают со стороны они закрыты к мнению и там каких-то людей которые мне интересно или к самому мнению вот может быть человек сам себе было бы интересно но он такое говорит что мы его не хотим мы от него отписываемся искать в виртуальной жизни или в реальной жизни мы отписываемся все нам нам больше не интересно но для этого нужно иметь некоторую осознанную или не обязательно осознанную заложенную в тебя какую-то программу приоритетов еще мы знаем что дети гораздо более склонны воспринимать чужое мнение чем например люди которые постарше опять же у людей которые постарше более сформировано вот это вот осознание того чего они хотят и чего они не хотят ну вот кто-то берни хочет слушать там коммунистическую пропаганду а кто-то фашистскую а кто-то вообще никакую пропаганду не хочет понимаете выкинул телевизор и вообще ничего не хочет вот он в ю тубе нашел чего хотел слушать и слушает в частности в этом письме она заканчивается словами о том что человек играет в лотерею green card вот у нас тема сейчас да сейчас все значит кто хочет заполняют заявки сегодня 10 октября и вот он говорит что ему портит настроение всякие блогеры которые рассказывают про америку гадостью вот он их послушает про гадости америки и значит ему плохо то есть он начинает как-то принимать лично я хочу сказать что у меня например бывает вот я воспринимаю лично когда кто-нибудь рассказывает как у него что-то болит или как кому-то какую-то операцию делали или что-то такое у меня была женщина одна я начинаю на себе прямо чувствовать не одна женщина была я бы что-то я вас давно не видел и она тут такие бывают эти общительные очень и она начала рассказывать как родственник один умер там у другого рак у третьего операция какая-то еще что-то и я чувствую как-то пробирает меня это дело в негативном таком сегменте и дальше заканчивать это словами о том что и что она сама попала там в больницу и ей я извиняюсь удалили матку эти вот так и такие вещи рассказывать и и мне такое ощущение что у меня самого удалили то я у меня никогда не было но но вот ощущение такое что из меня вырезали понимать то есть есть какие-то вещи которым мы все может быть более чувствительны или меньше менее чувствительны поэтому с одной стороны все нормально с другой стороны конечно когда какая-то форма экстремальная и когда тебя это начинает угнетать то надо ну либо по принципу увидел пьяного отойди да то есть отписался смотришь тех или общаешься с теми кто тебе дает какую-то радость наполнение содержание которое тебе хочется получить ведь и чем хорош блогер друзья вот как жванецкий гол запах чем хорош не нравится отойди чем хорош блогер не смотри эти или там телевизор чем хорош выключил а можно еще можно следующий шаг не включал не включал вот например во время олимпиады в сочи зимние олимпиады все дела да значит и я думаю давай-ка гляну чего там передают вот из отечества ну привычные комментаторы знаете они как-то может быть показывают что-то мысль была такая что они покажут что-то такое из сил и всего вороха таскет событий что может быть мне будет интереснее я не знаю и что вы себе думаете значит очень авторитетные такие почтенные люди ведут репортаж фигурное катание там казалось бы уж ничего там политического нет фигурном катании но люди катаются я хочу сказать такая доза патриотизма что я в итоге переключился на что-то другое потому что это невозможно слушать вот невозможно слушать рассказ о фигурном катании где где постоянно такое ощущение что сзади из кремля кто-то стоит и подергивает или они уже не могут по другому или действительно заложено в программу там я не знаю но и к чему и рассказываю когда ты знаешь что тебе что-то не нравится выключи фигурное катание выключи там из космоса репортаж выключи на нервы действует выключи про войну не смотри дети инвалиды голодающие трупы не смотри мы однажды светланы молодые еще были пошли смотреть кинофильм обыкновенный фашизм михаила рома это классик это это однажды надо посмотреть если вы взрослый человек более-менее надо посмотреть я его смотрел когда он только вышел я думаю что это был шестьдесят шестой год мне было лет десять или одиннадцать в кинотеатр шел четыре часа документальный фильм четыре часа он шел и и когда уже мы со светой познакомились я бы пойдем вот ты посмотришь в это время фильм уже не шел четыре часа он тоже шел в кинотеатрах но он не шел четыре часа шел может быть там два что-то они там урезали в нем и с тех пор я говорю давай может быть еще посмотрим нет она посмотрела ей это очень тяжелая штука очень тяжелый и она ведь нет и и не хочет ни про войну не про фашистов не про то не про все нет теперь давайте мы а блогер поговорим поскольку как бы блогеры и негатив который они несут был там как бы вот конкретно упомянут в этом сюжете давайте мы немножко блогеров что есть блогер и сами понимаете что разные люди по-разному определят ну наверное вот как бы самое простое такое блогер это у которого есть блог вот видео блогер у которого есть видео блога представьте себе открыли вы аккаунт она джима а у вас уже есть канал на ю тубе автоматически он при прикладывается к этому аккаунту он уже у вас есть вот вы уже как бы фактически видео блогер у вас есть блог но вы может быть еще не повесили туда видео но блог у вас уже есть теперь следующий шаг вы можете выйти на балкон и там 15 секунд так панорамно сотовым провести и написать вид с балкона улица там энергетическая 2 квартира 32 5 этаж москва 10 октября 2018 года 9 часов утра и повесить завтра выйдите то же самое сделаете но может быть на час позже или на час раньше может быть это будет не 15 секунд а 22 может быть мы при этом еще чего-нибудь скажете сругнетесь на кого или там анекдот какой-то расскажете или перескажите что было сегодня в новостях там может просто молча или музычку подставить и вот каждый день у вас будет по одному видео и вы такой будете уже настоящий может сказать блогер да там с наполнением вас могут до появиться даже подписчики вот но до злопыхателей вы с этим не дорастете это нужно уже иметь там тысячи четыре пять подписчиков чтобы кому-то захотелось вам гадости писатель систематически что тоже люди трудятся и не хочется чтоб тут пропал дару вот так что вы в такой хорошей зоне будете вам гадость не напишет собственно и смотреть никто не станет вот блогер это блогер ну как бы да то есть никто ему денег за это не платит он по зову сердца выходит и самореализуется все-таки значит как бы я понимаю блогера как человека который самореализуется ему хотелось что-то рассказать другим людям вот он вышел и рассказал есть другие как бы такие типа блогеры значит типа блогер он не то чтобы ему хотелось рассказать но ему хотелось например заработать и он ходит в этот свой блог как на работу он рассказывает о своем бизнесе рассказывает или он там допустим торгует чем-нибудь там соцсетях или он там сетевой маркетинг у него дети что он там делает вот и если это не самореализация как бы когда когда прет человек и что-то рассказать а когда он ходит как на работу ну так он ходит как на работу до ночи он ходит там зарабатывает есть люди которые ходят на работу но они как бы не столько на работе сколько на службе вот они как бы на службе и они по роду службы то сказать они тоже там типа блогеры такие и то есть интерес коммерческий есть интерес такой понятно вот и они конечно тоже косят под блогера например почему потому что доверие больше к человеку который просто от себя что-то рассказывает вы можете например дать объявление в газете вот скажем там обучают тестирование программного обеспечения но объявление есть объявлением там 10 объявлений это не то же самое что например написать статью и в этой статье написать вот там вася пришел учиться была у него такая история потом была другая история а потом еще какая-то и написать человеческим языком они таким как роботы пишут или там проплаченные какие-то что сразу видно в этом служитам из-под овечьей шкурки да это волчья пасть торчит вот так хорошо написать от души и смотришь там очередь потянулась звонки пошли и так далее почему потому что доверительная интонация потому что ну вроде вот человек такой же как мы потому что но не на службе же он ну не подругу же службы он тут про америку рассказывает не за бабками он сюда пришел это такой же как мы вот он рассказывает правда буду ходят по америке вот его это лицо ну назовем это лицо потом с этим вот лицом ходит знаете когда сидит милые на крыльце до чистушка сидит милый на крыльце с выражением на лице выражает то лицо чем садятся на крыльцо вот этим вот лицо с выражением давайте мы на дорогу кремниевая долина друзья октябрь месяц 10 число значит вот с этим выражением на лице он вам значит рассказывает как плохо в америке или допустим какие замечательные вещи с вами произойдут если вы прикупите чуть у него например лично ну или еще у кого поэтому если ты не различаешь блогера которого прет от блогера который типа блогер который на работе или на службе что еще интереснее вот ну ну значит вот ты и будешь потреблять вот эту ядовитое пойло вместо целебного настоя какой-то которым ты пошел да но но еще раз просто ведь что отключила и все но тебе неприятно слушать но не слушай ну приходи к нам вот у нас не обидят я не знаю специально слежу если кто-то обижает я его бар в бан отправляю и все у нас тут воспитательные работы не проводится никакой там у нас нет предупреждений youtube не предусматривает предупреждений сразу в бан так что все-таки возвращаясь к инструментальному как бы в этом во всем очень существенно сказать себе для чего ты есть для чего ты на этом свете с чем ты пришел для чего ты пришел к чему ты стремишься понимаете осознать себя в тот момент когда вы осознаете себя вы скажете вот это воздействие мне вредно это воздействие мне полезно это нейтрально так для удовольствия для развлекухи могу посмотреть атаку не буду время зря тратить но в осяком случае до тех пор пока вы не скажете кто вы такой то вы не сможете отсеять точно вы не можете вы не сможете отойти увидев пьяного потому что вы не знаете вы сами-то трезвые или пьяный может быть наоборот вам надо ближе к пьяным как как отличить так что значит начинать надо себя бумажечку возьмите листочек или там файле надежней вот и прям пишите вот это мне нравится это не нравится это я хочу это я не хочу вы можете слушать есть масса вот этих мотивационных спикеров которые рассказывают как осознать себя как понять чего ты хочешь чему ты стремишься все какие у тебя таскать скрытые пружины очень многие люди живут живут и не могут ответить на вопрос зачем они почему они но это же такой процесс непрерывный то есть вы сколько столько сколько ты живешь столько ты продолжаешь спрашивать себя зачем и каждый раз ответ варьируется дополняется вот я я в свои там не знаю 62 тоже постоянно как бы думаю на эту тему и так вроде меня есть какой-то ответ но но он уточняется поэтому поняв кто ты есть да ты сразу увидишь вот сигнал чужой свой чужой мы с тобой одной крови или мы с тобой разной и ты просто перестанешь замечать вот это все я расскажу вам напоследок анекдоте как шел человек но вот не такой был светлый день как сейчас а был такой как бы полумрак шел он в полумраке и видит что-то на дороге лежит на улице но он что делать вот он наклонился посмотрел пальцем ковырнул понюхал лизнул куснул выплюнул и говорит надо же дерьмо а ведь мог наступить понимаете ну мог наступить и дальше ну конечно далеко не каждый человек друзья проделал бы этот путь вот так как я его описал то есть ну с каждым бывает бывает наступишь бывает и ковырнешь но смысл чем ну второй раз ты уже так не делай понимаете и ты можешь спросить тебя а почему я увидим дерьмо вместо того чтобы просто обойти ну или даже бывает наступил вот ну бывает в полумраке тем более или там бывает и на свету но задумался наступил с каждым бывает но отряхнулся нам быть араб травку идешь дальше и занимаешься добрым светлым хорошим чё ты в этом вот во всем она стала содержанием твоей жизни на тебя повлияли ведь этот ты его там оставил на тебя повлиял я теперь значит вот хожу и думаю как же так но в принципе почему вы туда наступить почему вы увидев это дело не отошли не обошли а начали ковырять и ковырять и ковырять может быть не надо так зачем поэтому в общем не так все страшно не так все страшно есть есть пути есть средства и конечно надо начинать со сознания себя самого вот а так мы все подвержены чё тут говорить все подвержены были есть и будем такие на том стоит и стоять будет человек счастливо